У меня, к сожалению, многодетные семьи алкашами были в основном. Я им деньги не выдавал. И они ничем не отличались от других. Потому что я это сам прошел. Всем привет! Вы на канале Усы Лукашенко вместе с Беспаловым Сергеем. И сегодня мы поговорим о тех знаменитостях, которые любят продаваться усатому террористу. А я напоминаю, лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать мой канал, если вам действительно нравится то, что я делаю, это подписаться и оставить комментарий под этим видео. Ну или хотя бы поставить лайк. Ведь взаимодействие с алгоритмами Ютуба продвигают это видео. Поехали! Именем революции наводите порядок. Жесточайшим образом. Вот. Это город подлизь. Ничего себе! Городок. А это кто? Ну посмотрите, с какой любовью и теплом он говорит на сцене о фестивале, о людях. Ну, кого-то раздражает, что много лет, ну, а если нет, альтернативы. А если некому доверить? Вот я не представляю себе, вот, вот, я не представляю себе, как вот Белоруссия без Александра Григорьевича. Потому что я лично, как артист Филипп Киркоров, от этого человека получал только добро, внимание, уважение, респект. Приезжали тут великие деятели, правильные, неправильные ориентации. И меня уже начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил голубятню и так далее. Ну, не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем. А кто-нибудь за кулисами? Александр Григорьевич сегодня так все проверяет, что даже все боятся выйти на сцену. Ну, так возьмите, что же вы боитесь? Когда-то, 10 лет назад, я вышел на эту сцену в одной маечке, в одних штанишках. Спел свою первую песню, услышал свои первые аплодисменты, получил свои первые цветы. И получил высшую награду, орден Франциска Скорины из рук президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Спасибо огромное. Что касается второго, не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал, я так вот услышал это, подумал, лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Ну, Господь с ним. А я в трибуне! А ну-ка похлопать нашему президенту! Ну-ну-ну! Ладно, женщинам лесбиянство я прощаю, но голубизну мужикам никогда в жизни. Почему у меня это? Потому что женщина лесбиянка, потому что мы, мужики, дрянут. Браво! Ты космос, детка! Я очень тронут нашей встречей. Вы, господин президент, руководите страной с большим уважением и оригинальным способом. Вы руководите таким образом, чтобы приобретенная выгода оставалась в стране, людям. Вы хотите сохранить свою независимость. За это надо платить высокую цену. Мы в Югославии тоже хотели этого, но нам помешали. Белорусы, мы все прекрасно знаем, что это за народ. Работящий, мягкий. Он должен жить с батькой. И кто бы мне ничего не говорил, я всегда говорил, что я сторонник конституционной монархии. Пусть она будет конституционной. Но по-любому это называется царь. И давайте все вместе. Я сейчас нахожусь на проспекте независимости. Вот это здание КГБ Белоруссии. А под моими ногами находится тюрьма. Значит, тюрьма для тех, кто хотел быть зависимым. Для тех, кто хотел продать свою задницу в Америке, Европе. Ну, не знаю, или гомосексуалистам. Вот там до сих пор, в военной комендатуре до сих пор находится военная тюрьма с подвалом. Там и гестафовцы держали негодяев. И Лукашенко негодяев тоже держит. Потому что негодяев нельзя отпускать на улицу. Иначе они начинают писать гадости на заборах, нацеплять значки. Неудивительно, что неонацисты так хвалят данный режим. Ведь он так схож с манерой управления Гитлера. А вот у российских звезд любовь немножко другая. Это ненасытная страсть к деньгам, которые, как мы знаем, ничем не пахнут. Частные вечеринки для семьи Лукашенко — это норма. Лепс, Стас Михайлов, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. Ради звонкой монеты готовы перешагнуть через весь народ. Даже зная, какие зверства творит данный заказчик. И любимые песни диктатора льются в живом исполнении продажных артистов. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Я давно хотел лично встретиться. Я очень благодарен президенту, что он меня пригласил. Что у нас состоялась такая встреча. Президент Лукашенко уважаю. Не только я его уважаю. И у нас в республике, и на Кавказе, и в России, и везде. Потому что он однозначный государственный деятель, который знает, что хочет его народ. И добывается все для меня. Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Наши отношения имеют давнюю историю. Ярким примером там и является ваш дружественный визит. Я надеюсь, что в результате этого визита будет разработана программа нашего совместного сотрудничества. У наших стран есть огромный потенциал и возможности. Те возможности, которые есть в Ливии, они нуждаются в тех возможностях, которые есть в Белоруссии. Поэтому вам придется поверить мне на слух. Вы бодрецом. Хорошо, что удержали ситуацию. Сейчас поговорим. Как я мог не удержать? Вы молодцы. Я же понимал, что и в Молдове это пригодится, опыт. Оно готовилось и у нас. Да. Хоть мы и небольшие, но и не карликовые. Вы знаете, как болели за вас в Молдове? В прошлом году. Ну, чувствую. Я вам честно скажу. То, что я говорил публично, это было мнение, ясно, мое и личное, но и мнение большинства граждан. Говорили, вот, говорит, Игорь Николаевич, надо держаться, как белорусы. Тоже не внушаться припасть к Синепаламу и закатившиеся звезды футбола. Такие, как Диего Марадонна, желавший обрести работу в одном из футбольных клубов Беларуси. В ту же степь лезут и забытые звезды кинематографа. Сивен Сигал, приехавший покушать дроздовской морковки из рук поехавшего деда. Возьмите, откиньте, на шагу. Нажакутый, блядь. Кушай на здоровье, это очень полезно. Это очень вкусно. Это картошка, видишь, она еще теплая, только что приготовленная. То есть, это вот капуста, грибы, сало. Это вот все свое из домашнего. Все домашнего. Если понравится, скажи. И вечно бегущий от налогов Жерар Депардье приехал покосить травку и покататься на тракторе. Ну не абсурдно ли? Жестко надо, вот так ему в руки. Вот, он не кусается. Сейчас побью подлизываться несчастных. Пожалуйста. Что это? Они же не знают, что подлизываться стыдно. Мы ведем наш репортаж из мега-джипа. Да. Мега-сестер Груздина. Ну что? Вали и Саши. Они лично меня везут домой после инаугурации президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которая прошла сегодня вот здесь. Сейчас мы будем проезжать это уникальное, грандиозное сооружение. Дворец независимости Республики Беларусь, друзья. Он сейчас будет по нашу правую руку. Сейчас будем налево уходить. Какие фонтаны были. А вы ели? Какой банкет обалденный был? В 11.00 была инаугурация президента. Друзья, это мега-день. Перестань подлизываться. Лучше скажи, не проходил ли здесь одноусый? Для вас сию минуточку. Можно подойти к вам, поприветствовать вас? Должен под дождем тоже под белорусским выходить. Да не нужно мне на это. Да нормальная промокта чуть-чуть с вами. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что такие праздники у нас есть. Не забывайте артистов российских. Сделайте такую красоту. Спасибо вам. Здоровья, благополучия, многое и блага лета. Спасибо тебе, тебе спасибо. Хайпанем немножечко. Есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в Центральной Европе. И этот человек находится еще здесь. И я не могу упустить возможность они проверить это. Врут! Не только в Центральной. И в Восточной, и в Западной тоже. А вы были на канале Усы Лукашенко вместе с Беспаловым Сергеем. Совсем скоро выйдет вторая серия нашего сериала про белорусские протесты. Оставайтесь с нами. Будет очень интересно. До новых встреч! Продолжение следует...